Не проехать, не пройти. Именно от такой поговорки можно описать ситуацию в городе. Все это связано с талыми водами. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали ситуацию и рассказали то, как с ними борются. На данный момент в городе более 50 проблемных мест. Больше всего жалоб по 12, 8 и 9 микрорайонам. Вопрос на ежедневном контроле департамента жилищно-коммунального хозяйства. Они контролируют работу не только по откачке, но и по уборке снега, чтобы предотвратить последствия. Скопление в основном происходит из-за того, что снежные массы выпали в этом году в трехкратном размере. Работали с подрядчиком по вывозу снега, но все равно досталось их много. Отсутствие ливневой канализации в городе сказывает свое дело. Мы не стоим на месте. Ежедневно производим откачку талых вод. Стараемся, продумываем моменты на будущее, чтобы избежать таких случаев скопления. Департамент жилищно-коммунального хозяйства ежедневно ведет работу с четырьмя подрядчиками по откачке вод. Задействуется около 10 единиц техники. Если так смотреть, 20 минут, говорю, на откачку воды, плюс-минус 30 минут, включая то время, потраченное на пробках, получается где-то одна машина, грубо сказать, в час. Восемь часов работы, значит, восемь раз откачивала. Нефтьюганцы отмечают, что проблема луж беспокоит их уже не первый год, так как нет ливневой канализации. Но надеются, что откачка воды частично сможет облегчить ситуацию. Лужи везде, просто тает снег, лужи огромные. Помню, я шла в школу, упала в лужи. Люди ходят, спотыкаются, лужи все мешают. Но хорошо, что у нас есть добрые люди, а откачивают лужи, помогают нашему любимому городу. От откачки, как считаете, будет лучше всё? Ну, конечно, будет лучше. А наше снег, кто убирается, всё равно откачается, будет лучше. Микрорайоны ещё продолжают отправлять тяжёлую технику для уборки снежной наледи на проезжей части. А в 11-м микрорайоне заблаговременно прочистили переливные трубы. Теперь талые воды не застаиваются на придомовых территориях. Ежедневно департамент жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку по таким местам. Олеся Белова, Рамиль Аскаров, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».